Ну и привет, народ! Как? Настроение? Никто не болеет? Нет? Хорошо. Короче, сегодня у меня одиночное плавание по делам, но есть повод, чтобы чего-нибудь поснимать с середнего дня. 25 апреля. И сегодня я по всем прикидкам должен пройти отметку 2000 километров в этом году. Вот. В связи с этим сегодня и видос. Погода класс прям. Где-то плюс два, плюс три пока что. И пока что хорошо солнечно. У меня тут сегодня как бы не какая-то праздная по катушке ради красивого числа. Хотя я бы, конечно, мог бы и так сделать. Но сегодня еду чисто по делам. Маршрут километров на 130 точно. Наверное, где-то плюсик 140 получится. То есть пункт первый Колпино. Нужно забрать у друга вещи. Пункт второй самый край проспекта Ветеранов. Нужно отдать другу вещи. И вот сегодня так удачно сложились дни и время у друзей, что я могу битву взять. В смысле трех. Да, естественно, трех. 2000 мне тоже нужно накрутить сегодня. Проверим велополосу. Не паркуны, так долбоящики. Это что за так и ситуация, когда ты едешь, 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 где-то такой... Вот оно у меня сейчас случилось. Я понял, что забыл свой ремкомплект в другом рюкзаке. Черт. То есть по большому счету не бог ли, какая трагедия, но если я проколюсь, будет жопа. Вот сейчас на Софийской улице не сильно понимаю, как там, блин, проехать минававкат. Тут есть вроде какая-то дорожка по низу. Попробуем форсировать так. Потому что что-то очень ссыкотно переться туда вот. Ничего с собой не могу поделать. Что-то ссыкотно. Это, наверное, потому что я себе вчера новые зубы только сделал. А в выборе шлем или наушники опять победили наушники. Вот так вот кончился Петербург и сразу такое просто вух индастриал. ну и дорога соответствующего качества. Причем вот где-то здесь подо мной есть асфальтированный тротуар. А это просто танкодром какой-то. Но зато безопасно в плане огромного количества бешеных машин. Здесь внедорожники еле-еле ползут. Мне еще кое-как норм. Начался что-то похожее на асфальт. Что вы понимали? Я не горжусь тем, что делаю, но приходится. Опа. Опа-опа-опа-опа. О, блин. Логичный вопрос, что это было. Короче. Это прикольная объездная дорога, с которой нету пешеходного перехода через улицу Софийская. Поэтому пришлось перебегать. Ну, что поделать? Место стрёмное, странное и не очень байк-френд. Ну, вот я на той самой Колпинской велодорожке, длина которой чуть ли не десять километров, которая идет вдоль Софийской. И, ну, вроде как прикольная. И едет по ней прямо в Колпино. Посмотрим. Первый раз здесь катаю. Выглядит пока что все нормально. Не обошлось все же без этих типичных наших жестких съездов с велодорожки. Короче, неприятненькое место около заправки или что там. Вот дяденька выезжал, он вообще не смотрел на велодорожку. Просто едет и едет. Хорошо, что я его видел. Вот именно таких велодорожек хочется больше. Которые, ну, хоть и очень хреново, но соединяют города с пригородами. А в перспективе было бы здорово, чтобы они города соединяли, как это есть в Европе. В загнивающей, мать ее, Европе. Было бы здорово. Будьте как-нибудь подобная дорожка, не знаю, до Новгорода, до Пскова, Вологда, Архангельска. Это же было бы офигенно, согласитесь. Короче, уважаемое правительство Российской Федерации, как закончится жопа с коронавирусом, сделайте самую длинную велодорожку в мире. У нас есть все к этому предпосылки. Желательно Петербург Владивосток. Это сильно повысит туристические ресурсы. Представайте, сколько захочет путешественников со всего мира проехать тур де Раша. Там, тысяч 10 километров, да, по велодорожке. Самая длинная в мире. Терзайте. За идею я ничего не прошу. Ну там, лайк, репост. Сидкарты меня злостно обманули. Я уперся в стройку дороги и пока что по прямой проехать никак. Так что сейчас надо возвратиться к кольцу и дальше как-то что-то смотреть. Вот так бывает. Это не карта меня обманул, это я дурак. Правильно съехал. Ну ладно. короче, сам себя обманул и еще на карты клеветал фу-фу-фу фу-фу таким быть Макс. Короче, чуть-чуть перезахнул буквально две-три минуты сейчас уже вон Колпино сейчас приеду. Все, я в Колпино. Расстояние пройдено 54 километра а это значит 2000 километров побиты. Дела в Колпино завершил. Следующий пункт пробраться через город Павловск в самый-самый край проспекта Ветеранов. Сейчас мне предстоит наверное самое непонятное неприятное дело это пересечь трассу Москва-Петербург. Посмотрим как это выглядит на деле. потому что наверное какой-нибудь переход пешеходный там все же есть. А может нет. Приключение мать их. Так ну миновал селение Федоровское дорожка здесь достаточно нервная в том плане что она и неровная и убогих водителей в избытке плюс грузовики. Вот к вопросу по убогим вот была барышня которая на внедорожнике решила кого-то там обогнать и мне пришлось буквально спрыгивать с дороги чтоб она меня не снесла чтоб ты сдохла тварь. Ну и в таком принципе добром расположении духа я продолжаю дорожечку свою сейчас у меня по курсу там Павловск Пушкин и уже там буду выворачивать в город огородами куда-то в район проспекта ветеранов. Сейчас натурально вот пятой точкой почувствовал где надо посмотреть где надо остановиться и глянуть карту а то этот переход под железной дорогой пропустил вообще пусть дорога хорош асфальт хорош пролетается вот на дорогу здесь нельзя одностороннее движение а вдоль идет вот такая замечательная аллея и летом наверное здесь вообще красиво проезжаю всю красоту Пушкина парки Павловских жалко что сейчас все из-за Ируса все закрыто ну ладно надеемся что все это скоро схлынет и можно будет зайти почилить в эти парки вот признаться дофига вроде где было а здесь не заходил как-то не наносили ноги в общем еще есть к чему стремиться что Ирус уходи здесь на Волхонском шоссе такие прям уже лунные пейзажи какие-то встречаются дорога хорошая но довольно узкая и опять-таки розовики а так прям приятно ехать ветер правда поднялся но это не самое страшное нормально пока все проходит вот господи боже мой собака не слишком доставучая собака я сначала даже не понял что именно заорало матпатюгами матюгаться не пришлось нафига на асфальт выехать скажу пожалуй пару слов о боли боль это криворукий и вместо посмотреть карту ты нажал блин остановить запись трека и вместо 100 километров мне 62 ахахаха но в целом сегодняшняя покатушка разворачивается максимально приятно погода лучше чем по прогнозам настроение от этого прекрасное иногда только ветер в лицо очень угнетал всегда бы дворцовая была в таком пустом состоянии вот в таких ситуациях четко понимаешь насколько город Санкт-Петербург чудовищно красив поездка пусть и с закапленным треком все равно проходит замечательно абсолютно нет никакой усталости тут конечно спасибо паре чекпоинтов я хорошенько поел я это не снимал потому что у этих чекпоинтов были серьезнейшие задачи на первом чекпоинте я должен был получить от друга футболку а на втором чекпоинте я возвращал другу носки ну короче вот так вот осталась ерунда уже доехать до места обитания сейчас надо маленько водички попить не знаю велик сфоткать надо красота короче надеюсь вы тоже сегодня покатались дует сегодня прям мощно сфоткать доставка Решил маленько поисследовать территорию, собрел куда-то непонятно куда, но хоть это прикольно, хоть интересно, что-то новое увидел, узнал, новый паршют до дома. Давайте подытожим, что ли, пока еще светло. Покатушка получилась замечательная, то есть вот ровно то, о чем мне и хотелось бы, да, отличная погода, которая оказалась лучше, чем по прогнозу. Замечательная встреча с друзьями, то есть сплошные плюсы в плане эмоций. Исследовал новые территории, посмотрел новые места, новые какие-то велодорожки, вот, Колпинская, респект, больше бы таких. Вот, то есть, ну, в принципе, такой видос ни о чем, но пусть будет. Вот, если досмотрели-посмотрели, большое спасибо. Лайк, подписка, бубенцы. Всем пока.